Протухшие яйца, гнилое мясо, сыр, кишащий огромными личинками. Думаете всему этому добру место на помойке? Не будьте так категоричны, для некоторых людей это самый желанный деликатес. Всем доброго времени суток, на связи лайтовый канал, и сегодня мы расскажем и покажем вам топ 10 самых отвратительных блюд на планете, которые гарантированно вызовут у вас рвотные позывы. Крепитесь, мы начинаем! Десятое место. Живой осьминог. Если вас когда-нибудь занесет в Корею, то вы сможете по достоинству оценить блюдо под загадочным названием санакчи. Это живой детеныш осьминога, мелко порубленный и политый кунжутным маслом. Даже разделенный на части, он продолжает шевелиться. Имели место быть даже случаи удушья при потреблении данного деликатеса. Ведь и при поедании мускулы осьминога продолжают сокращаться и могут перекрыть дыхательные пути. Девятое место. Суп из крови. Во Вьетнаме в ходу суп из утиной крови, сдобренный орешками и травами. Но вся фишка в том, что кровь не подвергается термической обработке. Ее потребляют сырой. Мерзость порядочная, но некоторым заходит. Однако, за такую возможность почувствовать себя вампиром, можно заплатить страшную цену. Сырая утиная кровь. Просто отличный шанс подцепить птичий гриб. Восьмое место. Гнилой сыр. На острове Сардиния популярнейшим деликатесом считается кушанье под названием кассу марцу. Сыр из овечьего молока выносят на открытый воздух, оставляя его в полном распоряжении сырных мух. Которые, конечно же, незамедлительно откладывают там тысячи яиц. Затем сыр убирают в хранилище, где из отложенных яиц начинают плодиться личинки. Тысячи личинок. Они пожирают сыр, параллельно удобряя его продуктами своей жизнедеятельности. Под плотной коркой, готового к употреблению сыра, скрывается копошащаяся масса личинок. Зрелище не из самых приятных. Личинки обязательно должны быть живыми, иначе таким сыром можно отравиться. Кто-то предпочитает удалять их перед едой, но самые суровые гурманы потребляют личинки вместе с сыром. На удивление, те, кто попробовал этот деликатес, не называют вкус отвратительным, а лишь отмечают длительное послевкусие. Седьмое место. Глаз тунца. Скользкий, мерзкий, огромный глазища. Для обезбашенных японцев настоящий деликатес, но неподготовленного человека от такого может вывернуть наизнанку. Немного поварить в соленой воде, вот и весь способ приготовления. На стол глаз подается непременно целым, разрезать и проглотить кусочками не выйдет. Шестое место. Зародыш козленка. В Индии потомки браков между индусами и англичанами считаются отверженными, общество не принимает их. У этой своеобразной касты есть поистине жуткая кулинарная традиция. Здесь употребляют в пищу эмбрионы домашних животных. Как правило, это нерожденный козленок. Отведать эмбрион удается нечасто, ведь не каждый день на мясо забивают беременных коз. Блюдо носит звучное название ку-ти-пи. Парадоксально, но считается, что блюдо особенно полезно женщинам в период беременности. Пятое место. Эскамолес. Под звучным названием эскамолес скрывается весьма мерзкое по своей сути блюдо, родом из Мексики. На вид вполне себе презентабельно, да и вкус не подкачал, похоже на масло с ореховым привкусом. Но вся соль в том, что эскамолес представляет собой личинки муравьев, которые обитают на корнях агавы. В Мексике эскамолес считается деликатесом, и это неудивительно, ведь чтобы добыть личинки, нужно копать на глубину нескольких метров, при этом подвергаясь болезненным укусам муравьев. Четвертое место. Балют. Блюдо под названием Балют поднимает уровень отвратительности данного топа на качественно новую высоту. На Филиппинах, а также в некоторых азиатских странах, считается деликатесом 18-дневное утиное яйцо с полностью сформированным зародышем, который уже имеет клюв, хрящи и некоторое оперение. Выглядит это просто ужасно, настоящий гомункул. Однако филиппинцы считают это крайне ценным, а главное, исключительно мужским блюдом. И не потому, что без изрядной доли мужества такое в рот не впихнешь, а из-за мифических свойств Балюта. Считается, что он прокачивает потенцию на максимум. Сначала гурманы выпивают околоплодную жидкость, именно она считается самой ценной частью блюда, а затем употребляют сам зародыш, щедро сдабривая специями. Третье место. Столетние яйца. Сварить яйца всмятку или вкрутую, а может пустить их на аппетитный омлет. Ну что вы, для ребят из Китая это слишком банально. Лучше обмазать их специальной смесью соли, извести и золы, покрыть соломой, да и закопать в землю на пару месяцев. Так и получается блюдо под громким названием Столетние яйца. Два-три месяца это, конечно, не столетие, но согласитесь, для куриных яиц срок немалый. После такой обработки белок становится темно-коричневым, а желток серо-зеленым, а уж о резком аммиачном запахе и говорить не приходится. Словом, по своей сути это протухшее яйцо. Нужно ли оно вам, решайте сами. Второе место. Три писка крысы. И снова мы отправляемся в Поднебесную. Китайцы гораздо на всякие извращения, понять которые нам не дано. Ингредиенты просты. Любой соус по вкусу и живая беременная крыса. Ей вспарывают живот и подают живых крысят к столу. Издревле это блюдо было популярно среди китайской знати. Ведь чем еще занять себя, имея деньги и власть, как не пожирание маленьких живых крысят? Считается, что первый писк крысенок издает, когда его берут палочками. Второй, когда его макают в соус. А третий, когда его начинают сживать. Отсюда и название. Три писка крысы. Первое место. Кивиак. И безоговорочный лидер среди самых ужасных, мерзких и отвратительных блюд – это кивиак. Распространено данное безобразие среди арктических народов. Оно и понятно, где же вы еще найдете тушу тюленя. А это ингредиент абсолютно необходимый. Тушу обезглавливают и набивают ее тушками мелких птичек из семейства частяковых. Вы потрошить птиц? Нет, это не для суровых заполярных ребят. После того, как туша набита до краев, все надрезы затирают салом. Получается своеобразная консерва, которую закапывают в землю. Надо ли объяснять, что за это время происходит внутри? Птицы потихоньку начинают разлагаться, а ведь кишки из тюленей туши тоже никто не озаботился удалить. Через полгода кивиак откапывают, вскрывают тушу и начинают пиршенство. Причем обязательно на свежем воздухе. Иначе выносить жуткую вонь просто невозможно. Что ж, на этом все. Надеемся, что некоторые остатки аппетита после просмотра ролика у вас все же сохранились. Ну а на связи был Лайтовый канал. До скорого!